здравствуйте друзья суббота 3 часа дня дождь идет так хороший дождь такой знаете от души мы но волею судеб там зашли в магазин надо было кое-что посмотреть и совершенно неожиданно такое ощущение что продолжается продолжается черная пятница и так переходит в черную субботу то есть народу много расценки какие-то там низкие кавардак полный то есть все лежит разбросано раскидано толпы народу в этот дождливый день несмотря ни на что пытаются что-то такое себе прикупить вот так что черная пятница стала я бы сказал чем-то таким больше уходящим в историю черная пятница продолжится в черный понедельник послезавтра когда то же самое будет происходить в онлайне вот так что пишут что меньше народу приходит не каждый год не каждый год кого-нибудь там задавит затопчут дверью подобьют но бывает бывает и вот в этот год тоже не обошлось без пострадавших но вот пишут да там несколько человек там чуть ли не двое погибших четверо там по количеству нет я не я не смотрел где но дело же не в этом просто народ как бы в эксайменте в таком наш толпа что черная пятница начинается на месяц онлайн за это черная пятница уже перестала быть одним днем перестала быть непосредственно связано с сэнсгивингом но тем не менее люди любят ходить в магазин потолкаться побежать чем чем-то первым ухватить и вот жертвы этого иногда так сказать становятся люди которые вовремя не увернулись вот стадо слонов таскать и рвущихся там куда-то черт я дать странное дело вроде уже каждый год одно и то же и вроде уже и меры безопасности я не знаю там чё и все равно каждый год люди гибнут да ну в общем короче моя задача вам показать дождь и сказать что черная пятница не исключительно пятница вот как оказалось как оказалось и не обязательно черная а так вот жизнь продолжается люди тратят деньги и для экономики это очень хорошо это признак того что как бы выборы остались позади когда было много тревог много неопределенности как-то народ перестал бояться вздохнули с облегчением с одной стороны с облегчением что же все позади с другой стороны у меня лично было облегчение что не упал сток маркет как предсказывали там на 10-15 процентов за один день он начал было падать но потом вернулся еще все оказалось не так страшно все оказалось не так страшно как как предсказывалось да может быть самое страшное впереди еще мы не знаем но вот сегодня как бы все хорошо все делают покупки как бы все замечательно в принципе понимаешь если смотреть там на всякие кривые там статистики и так далее то сказать что можно вот восемь лет подряд иметь экономика которая уже еще не в рецессии да а это это то что сейчас происходит это уже само по себе как бы такой ну какое-то достижение но дело в том что если сказать что последующие там четыре года должен кто бы там ни был у власти да но все-таки чтобы 12 лет подряд такого не было что-то уж как бы шансов шансов но очень 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 мало я не хочу сказать что даже три процента не могут реализоваться в свершившийся факт вот как сейчас например там 30 процентов вроде вероятность а он победил вот поэтому мы не можем так предсказывать но в общем-то как бы вероятность того что за время правления там очередной администрации ничего такого не произойдет вероятность этого крайне мало но не нулевая конечно да так что едем мне больше нравится что дождь независимо от администрации да да будем надеяться уже несколько ночью лило пару дней до этого лило мы вот снимали до 2 ездили санта груз влило поэтому дай бог чтобы еще дальше вело и я читал какой-то прогноз как-то его из сибири ведут этот прогноз что если в сибири что-то то у нас вот там еще что-то и вот получается так что если в сибири то что сейчас в сибири то у нас должна быть холодная и дождливая зима но покажите сильно полка прошлом году в это время там купались еще но у нас тут довольно прохладно да я могу сказать что у тебя сижу в такой как как назвать эту маечку маечка маечка считает но и занимаешь но я разверну камеру на себя конце концов вот в такой штучки я сижу ход но это мех такой-то все себе да ну такая баечка такая вот такая баечка немножко утепленная и вот ну другой стороны 24 26 ноября 26 ноября тоже в общем-то не лето то есть все кто знает что такое ноябрь догадываются что это не лето но те кто знает какая у нас зима понимают что в общем все нормально вот друзья едем три часа дня льет на сердце радость потому что дождь это наше все особенно когда не хватает воды и уже там травку заменяют каменюками лишь бы не поливать и общем я помню призывы 25 лет назад тоже такая ситуация была говорили ты горит по большому ходишь спускай воду в туалете а по маленькому не спускай это но если же она тебе тяжело вспоминает я не буду ладно друзья в общем я вам показал что у нас творится соответственно если кто скажет что засуха обостряется это неправда счастливо вот